Добрый день. В серии Magic Tower от компании Singsong есть уже головоломки начиная с 3х3 до 7х7. В этом видео я расскажу как собирается 4х4. Название условное, так как фактически здесь всего лишь три слоя. Крайний элемент не вращается. Напомню, что базовая модель Magic Tower 3х3 это модификация обычной пирамидки, у которой перестали вращаться вот эти уголки и появились центральные элементы. Собирается Magic Tower похожим образом, но есть дополнительный этап, а именно сборка центров. Несмотря на сходство базовых моделей Magic Tower и пирамидки, Magic Tower 4х4 и пирамидка 4х4 собираются совершенно по-разному, так как конструкции у них отличаются. У пирамидки только один центральный элемент и реберных 3, у Magic Tower 3 центральных элемента, а реберных 2. Пирамидка 4х4 называется также Master Pyraminx. Обучающий видео по этой головоломке можно найти по ссылке в описании. Перед тем как приступать к изучению Magic Tower 4х4, обязательно нужно освоить базовую модель 3х3 и желательно уметь собирать кубик 4х4. Если вы не владеете кубиком 4х4, то ничего страшного, все необходимые алгоритмы я покажу здесь. Рассказывать заново про Magic Tower 3х3 я здесь смысла не вижу. Подробное обучающее видео можно будет также найти по ссылке в описании. Рассмотрим строение головоломки. Так же как у базовой модели здесь есть четыре трехцветных угла, они находятся на вершинах фигуры. Ребро стало состоять из двух элементов, они одинаковые, двухцветные и таких пар шесть. Ну и четыре центра по три элемента каждый. Так же все одинаковые по форме. Так как модель четная, здесь возможны паритеты. Один касается центров, другой ребер. Этапы сборки стандартные. Сначала собираем центры, предотвращая паритет, потом собираем ребра и после этапа 3х3 и при необходимости решаем еще один паритет. При сборке центров очень важно знать порядок цветов, так как центры все подвижные и ориентироваться по ним невозможно. Можно ориентироваться по углам, либо знать заранее расположение цветов. Так же можно проверять по версии 3х3. Я предлагаю следующий порядок сборки. Сначала мы собираем желтый центр, потом собираем синий центр. Пока не важно на каких местах. Третьим мы будем собирать красный центр. Если желтый перед нами, синий сверху, то красный должен быть справа. Это очень похоже на сборку кубика рубика 4х4. Только там вместо желтого цвета был белый. Порядок следующий. Желтый, синий, красный. Когда мы соберем три центра, четвертый также автоматически соберется. Он будет зеленым. Можно использовать и другой порядок. Начинать с любого другого цвета, но тогда цепочку нужно запоминать другую. Для того, чтобы собрать первый центр, мы интуитивными движениями должны поставить три вот таких желтых элемента на одну грань. Один есть, ищем другой, вот другой. Мы можем вращать вот так вот уголок, но в этом случае вот этот элемент перемещается на соседнюю грань. Поэтому повернем и поставим элемент рядом. Вот на этой грани уже два желтых центра. Собирать можно абсолютно на любой грани. Сейчас это пока не важно. Находим третий элемент, желтый, и нужно поставить его вот сюда. Понятно, что вращать мы можем вот этот уголок. Значит, нужно каким-то образом желтый центр переместить сюда. Вращаем грань, после чего вращаем уголок. Собирать можно абсолютно любым способом. Главное, чтобы получился вот такой результат. Дальше на любой грани собираем синий центр. Смотрим, что у нас есть. Вот есть два синих элемента. Уже хорошо. Осталось вот сюда поставить третий. Ищем. Он стоит удобно. Если бы стоял неудобно, к примеру, вот так, мы бы его переместили и поставили сюда. Желтый и синий. Прежде чем собирать остальные центры, нам нужно расставить углы в нужном порядке. А именно нужно развернуть все желтые уголки на одну грань. Это похоже на первые этапы сборки пирамидки или magic tower. Находим три желтых угла. Тут такого нет. Вот у нас три желтых. Раз, два, три. Поворачиваем все вот на эту грань. Раз, два, три. Вот они уголки. Теперь сюда нужно поставить желтый центр. Это можно сделать при помощи одного пиф-пафа. Располагаем желтую грань, который мы собираем снизу, а центр перед собой. Делаем пиф-паф. Справа опускаем, слева опускаем, справа поднимаем, слева поднимаем. И желтый центр становится снизу. Также в процессе сборки, когда мы уже ориентировали пару уголков, можно вместе с третьим углом центр сразу поместить на свое место. Вот нам необходимо вот этот угол повернуть на эту грань. Находим центр желтый. Вот он. И поворачиваем сюда. Получили три желтых угла и желтый центр. Далее смотрим, что у нас получилось. Здесь уже углы довернуты. Но ситуация могла быть какая-то вот такая. То есть два синих уголка и один зеленый. Тогда нужно довернуть, чтобы все три были синих. И мы видим, что на синей грани у нас собран синий центр. Это удачное расположение, но так бывает далеко не всегда. Гораздо чаще мы встречаем ситуацию следующую. Желтые углы и центр собраны. Смотрим. Здесь два зеленых, здесь красный. Доворачиваем. Зеленый, зеленый, зеленый. Ну и соответственно все уголки на синей грани будут одного цвета. И на красный. Далее мы должны посмотреть, где располагается наш синий центр. А он получается, что на грани, где красные углы. И здесь очень важный момент. Если прямо сейчас вот эти элементы не переставить на грани с синим цветом, то в конце сборки вы получите паритет, для решения которого придется полностью перемешать всю головоломку. Несмотря на то, что порядок цветов вы сделаете правильный. То есть после синего здесь будет красный, а потом зеленый. Важно, чтобы вот этот центр при сборке первых двух находился на синей грани. А именно вот здесь. Как это сделать? Два элемента мы легко переставим. Просто повернем средний слой. Вот у нас синие углы и два элемента уже есть. Остается переместить третий элемент. Он находится здесь. Мы подворачиваем его сюда. При этом желтая грань находится справа. И при таком повороте у нас уже один угол развернется, но это не страшно. Далее мы вот этот отдельный элемент ставим на место вот этой полоски. Вращаем при этом грань, на которой находится желтый центр вместе со средним слоем. Поворачиваем. Теперь отводим этот элемент сюда вот в сторону и отменяем предыдущие движения. Мы получаем, что синий центр находится здесь. Но углы уже как-то повернулись и картинка уже не совсем та, что нам хотелось. Но это ничего страшного. Можно дальше центр собирать и все будет хорошо. Если здесь желтый центр, здесь синий, то следующий мы собираем красный. Красный мы собираем также как и синий. Ставим полоску сюда. Если полоски нет, то ставим один элемент сюда. Вот у нас еще один. Перемещаем на эту грань. Отводим в сторону. Возвращаем. Проверяем расцветку. Желтый, синий, красный, зеленый. Прежде чем собирать ребра, можно убедиться, что мы центр собрали правильно. Хотя делать это не обязательно. Если вы не допускали ошибок, ориентируем, к примеру, все желтые углы на одну грань. Доворачиваем, чтобы красные были на другой грани, также синие и зеленые. После чего ставим желтый центр на место. Находится здесь, с передней грани. Отправляем его вниз одним пиф-пафом. Опускаем справа, опускаем слева, поднимаем справа, поднимаем слева. Проверяем, что получилось. Желтый центр на желтой грани, зеленый центр на зеленый, синий на синий и красный центр на красной грани. То есть центры располагаются правильно. Если у вас получилось не так, то центры нужно собрать заново. Еще пример сборки центров. Начинаем с желтого. Один желтый, второй желтый. Ставим. Два рядом. Ищем третий. Вот уже три на одной грани. Находим синие элементы. Здесь один, а здесь другой. Располагаем рядом. Желтую грани уже можно держать справа. А вот эту парочку развернуть тоже параллельно вот этой грани. Значит нам третий элемент нужен вот здесь. Здесь нет, здесь есть. Перемещаем. Вот у нас получился желтый центр и синий центр. Далее ориентируем углы. Мы видим один желтый. Я вот так вот отведу в сторону и ориентирую второй желтый. А третий я поставлю вместе с центром, чтобы не делать лишний пиф-паф. Что у нас получилось? Желтый центр на желтой грани, а синий центр на красной грани. Здесь тоже вот довернут. Если вот этот цвет не совпадает с этими, к примеру, в таком положении, то нужно просто довернуть верхний слой, если желтый располагается снизу. Синий центр находится не там. Значит нужно его переместить. Опять располагаем желтую грань справа. Вот эту парочку движением среднего слоя сразу ставим на место и перемещаем оставшийся. Передвигаем его тоже направо. Ставим на место парочки, отводим в сторону и отменяем предыдущее движение. Вот у нас получилось желтый, синий и тут цвета уже должны совпадать. Но проверять мы это не будем, а просто соберем дальше. Желтый, синий, следующий должен быть красный, а здесь стоит зеленый, причем полностью собран. Кажется, что красиво и хорошо, но здесь должен быть красный. Располагаем желтую грань справа, именно желтый центр и по одному элементу все три перемещаем сюда. Поворачиваем два правых слоя, отводим красный элемент налево, возвращаем предыдущее движение. Вот у нас появился один красный. Теперь его располагаем справа, чтобы он отсюда никуда не делся. И процедуру повторяем. Здесь должен быть хотя бы один красный. Вот один есть, значит опять два правых слоя на себя. Этот красный отводим налево, возвращаем. Вот у нас здесь теперь два красных, располагаем их справа. Здесь тоже красный элемент должен быть справа. И третий раз делаем процедуру. Два правых слоя на себя, отводим влево, возвращаем. И вот у нас все центры собраны. Проверяем расцветку. Желтый, синий, красный, зеленый. Расположение центров на гранях я уже проверять не буду, так как уверен в своих действиях. Но при желании это можно сделать. Также ориентировать углы и расставить при помощи пиф-пафа центры. Первый этап очень важный. Здесь легко ошибиться и поставить центры не в том порядке. Будьте здесь внимательны, иначе в конце сборки вы получите сложную ситуацию, которая вас отбросит к самому началу. Немного расскажу о языке вращения для Magic Tower. Если расположить одну грань справа, другую сверху, то немножко под углом, но перед нами будет еще одна грань. Движение правой грани R, если от себя, и R штрих, если на себя. Движение верхней грани U по часовой стрелке и U штрих против часовой стрелки. Движение передней грани по часовой стрелке F против F штрих. Также потребуется движение левого уголка от себя L штрих на себя L. И движение двух правых слоев R, R, R штрих. У Magic Tower есть и другие движения, но для наших алгоритмов они не потребуются. Для сборки ребер нам потребуется немного знаний из кубика рубика 4 на 4. Самое сложное – это алгоритм под названием Flip. Выполняется следующим образом. R, U, R штрих, F, R штрих, F штрих, R. Он разворачивает вот это ребро, если вот так вот довернуть, еще вот это ребро. Тем, кто собирал кубики 4 на 4 и выше, этот алгоритм должен быть знаком. В Magic Tower 4 на 4 мы его немного изменим. В таком виде его используют в продвинутом методе для 5 на 5 и выше. Мы будем разворачивать переднее верхнее ребро, в данном случае оно бело-оранжевое. Но для начала мы отведем его вправо движением U штрих, после чего сделаем Flip, но без последнего хода. R, U, R штрих, F, R штрих, F штрих. И мы видим, что уже ребро развернулось на своем месте. Чтобы развернуть его снова, мы также делаем U штрих, R, U, R штрих, F, R штрих, F штрих. И оно снова развернулось. Но большинство ребер мы будем собирать интуитивно. На кубики 4 на 4 это будет выглядеть следующим образом. Видим одно сине-оранжевое ребро, видим другое сине-оранжевое. Объединяем их. Далее отводим в сторону. Здесь заменяем на какое-то ребро, которое не собрано. Возвращаем обратно и восстанавливаем центры. Принцип нехитрый. Используется во многих головоломках. Теперь у нас сине-оранжевое ребро собрано. И можно приступать к следующим. Ну а на кубики ребер 12, а на Magic Tower всего 6. Поэтому сборка будет гораздо быстрее. Сейчас не важно как расположены центры, нам нужно собрать вот такие вот пары ребер. Вот зелено-красные и еще одно зелено-красные. Таких нужно еще собрать 5. Справа располагаем какую-то грань, где есть несобранные ребра. А вот здесь вот ищем ребра, которые нужно собрать. Зелено-желтые, сине-желтые. Здесь таких нет, но можно их туда поставить. Вот, к примеру, зелено-желтые. Нехитрым движением располагаем ребра так, чтобы одно было слева, а другое справа. Далее, вращая либо левый уголок, вот так, либо правую часть, мы их объединяем. Вот получилась пара, но центры пока смещены. Отводим эту пару в сторону и заменяем здесь на какую-то несобранную. После чего возвращаем обратно и восстанавливаем центры. Центры на месте. У нас плюс одна пара. Вот зелено-желтая и была зелено-красная. Так продолжаем дальше. Смотрим, что есть еще. Сине-желтый, сине-зеленый, сине-красный, желто-красный и вот еще сине-зеленый, сине-зеленый. Вот эти два одинаковых, но оба стоят справа. Чтобы это изменить, мы повернем какую-нибудь грань, на которой один из элементов располагается. Ну, к примеру, вот эту грань повернем. Если посмотрим, что получилось, то он встал слева, а это элемент справа. Объединяем. Проверяем, что у нас справа есть несобранный элемент. Он должен располагаться не здесь, а где-то вот на этих ребрах. Здесь собранное, а здесь несобранное. Все хорошо. Отводим вправо. Заменяем на несобранное. Возвращаем и восстанавливаем в центре. Еще одно ребро собралось. За раз могут собираться сразу несколько ребер. Может получаться вот как у нас. Осталось всего два. Если осталось всего два ребра, нужно их расположить так, чтобы одинаковые элементы были с одной стороны. Вот сине-желтый и сине-желтый. Оба справа, а желто-красный и желто-красный. Оба слева. Здесь нам и пригодится флип. Такой ситуации может и не возникнуть, и все ребра соберутся интуитивно. В данном случае мы просто, к примеру, вот этот элемент ставим на место такого же и делаем флип. У штрих, Р, У, Р штрих, Ф, Р штрих, Ф штрих. После чего возвращаем в центре. Все ребра собраны. Также вместо вращения левого уголка, можем вращать правую часть головоломки. Эффект будет точно такой же. Элементов здесь мало, поэтому я покажу еще раз, как собираются ребра. Берем справа грань, неважно с каким цветом. Слева будет вершина пирамиды Magic Tower. Находим два одинаковых ребра. Желто-красные, желто-красные. Располагаем так, чтобы одно было справа, другое слева, но вот на этих ребрах. Одно здесь, а вот это легко можно поставить на соседние. Вот они два одинаковых. Желто-красные, желто-красные. Объединяем любым движением. Получаем вот такую пару. Отводим вправо и заменяем на несобранное ребро. Возвращаем и восстанавливаем в центре. Одно ребро уже готово. Осталось пять. Ищем дальше. Зелено-желтое. А, кстати, у нас уже два ребра собралось, что так же часто бывает. Итак, вот зелено-желтое и вот зелено-желтое. Также их объединяем. Проверяем, что здесь есть несобранные. Отводим в сторону. Заменяем на несобранные. Возвращаем. Восстанавливаем в центре. Смотрим дальше. Сине-красное, сине-зеленое. Сине-красное, зелено-красное. Вот эти два сине-красных можно объединить. Проверяем, что справа есть несобранные. Такое есть. Если бы его не было, можно было бы забрать вот с этого ребра. Ну, у нас все на месте. Объединяем. И у нас вот несобранные. Отведем сначала в сторонку. Вот наша. Заменяем на несобранные. Возвращаем. И восстанавливаем центры. В данном случае обошлось без флипа. Все ребра собрались. В случае, если осталось два несобранных ребра, располагаем так, чтобы одинаковые половинки были с одной стороны. Сине-зеленые, сине-зеленые. Сине-красные, сине-красные. И в прошлый раз я показывал, как вращать левый уголок. Сейчас покажу, как правую часть. Поворачиваем два правых слоя. И делаем флип. У штрих. Р. У. Р штрих. Ф. Р штрих. Ф штрих. И восстанавливаем. Ребра собраны. Других ситуаций быть не должно. На этапе 3х3 мы собираем наш Magic Tower как классическую модель 3х3. Ну, или как пирамидку. Для этого мы начнем, наверное, с красного цвета. Хотя можно начинать с любовь. Здесь красного цвета нет. Расположим сзади. А три остальных угла повернем красным цветом на себя. На центр пока внимания не обращаем. Напомню, что если вы не умеете собирать Magic Tower 3х3, то подробное обучающее видео можно найти по ссылке в описании. После этого, собрав первые три угла, мы ставим сюда ребра. Опять либо пиф-пафами, либо простыми алгоритмами. Видим, что все красные ребра оказались внизу. Да? Потом делаем пиф-паф. И ребро поднимается вверх. После чего мы ставим его на место. Совмещаем цвета. Поднимаем, вставляем, опускаем. Дальше. Ну, у нас какое есть уже желтое поднялось. Ставим на свое место. И зелено-красное нужно развернуть на месте. Поднимаем пиф-пафом. После чего устанавливаем в нужное положение. Первый слой собран. Центр пока не важен. Далее нужно довернуть верхний угол так, чтобы вот зеленый с зеленым совпадало. Если у нас вот так, синий и зеленый не совпадает, то мы доворачиваем, и зеленый с зеленым совпадает. Так же, как на каждой грани. После этого мы должны определить, какая ситуация на верхнем слое у нас получилась. Их в классической пирамидке Magic Tower всего 5, но по внешнему виду всего 3 типа. И в каждой ситуации, либо все элементы стоят на своих местах, либо все не стоят. Покажу на обычной пирамидке. Простая ситуация, два развернутых ребра. То есть, все элементы на своих местах, а два нужно развернуть. Ситуация, когда кругом глаза. Тут, тут и тут. Все элементы на своих местах не стоят. Вот, зелено-синее ребро на зелено-желтом месте и так далее. То есть, поворот по часовой стрелке. И зеркальная ситуация, когда нужно переместить элементы против часовой стрелки. Здесь также все элементы не стоят на своих местах. Ну и ситуация, которая определять чуть сложнее. Это один элемент не совпадает по двум цветам, который нужно расположить сзади. И тогда уже определять по этим базовой ситуации. Мы также видим, что элементы по своим местам не стоят. Ну и ситуация зеркальная. Здесь тоже самое. Поэтому здесь надо очень внимательно посмотреть. Главное, довернуть верхний угол, чтобы он совпадал с нижними. И после определять, какое ребро стоит на своем месте, а какое нет. На центры внимания не обращаем, определяем только по уголкам. Вот это зелено-желтое ребро на месте не стоит. Смотрим дальше. Вот это сине-зеленое находится на своем месте. Даже развернуто правильно. Но главное, что оно на своем месте. Вот это сине-желтое находится на месте зелено-желтого ребра. То есть оно не на своем месте. В итоге мы получаем, что одно ребро стоит правильно, а два нужно переставить. В классическом Magic Tower 3х3 и в классической пирамидке такой ситуации быть не может. А значит, решить базовыми алгоритмами мы также это не сможем. Это как раз паритет. Его могло и не быть, и мы просто дальше собрали бы нашу головоломку. Но если он есть, нам нужно вот эти два неправильных ребра поменять местами. Для этого мы используем алгоритм с предыдущего этапа. Тот же самый Flip. Располагаем справа грань, которую мы собирали сначала. У меня она красная. А перед собой два ребра, которые будем менять местами. Сзади ребро, которое стоит на своем месте. И делаем Flip два раза. Сначала перемещаем вот этот элемент сюда. При помощи уголка. Получается движение L' Делаем Flip. U' R' U R' F R' F' F' И возвращаем движение L' Получаем знакомую ситуацию с предыдущего этапа. Но нам нужно вторую часть сине-желтого ребра тоже поместить сюда. Делаем это двумя правыми слоями. И еще один Flip. U' R' U' R' 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 Сохранить. Ну, можно и не пытаться. У нас два ребра на месте. Ставим третий. Доворачиваем верхний угол и определяем ситуацию. Зелено-желтый ребро на месте. Р' Р' R' 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 Проверяем совпадение цветов. Здесь совпадает только одна сторона ребра с уголком. Здесь обе не совпадают. И здесь одна совпадает. Это классическая ситуация. Ребро, которое не совпадает совсем, располагаем сзади. Здесь начинаем с неправильного ребра. Все возможные ситуации рассмотрены в обучающем видео по Magic Tower 3x3. Здесь начинаем с правого пиф-пафа. И дорешиваем. В нашем случае главка полностью собралась, хотя впереди еще один этап. Еще раз покажу решение паритета. У нас собран первый слой. На центр пока не смотрим. Далее доворачиваем верхний уголок, так что цвета совпадали. И смотрим, какие ребра стоят на местах. Это нет. Это нет. Это да. Она может быть перевернута, но все равно будет стоять на своем месте. А значит у нас одно ребро на месте, а два нет. Значит два вот этих нужно поменять местами. Располагаем границ, с которой мы начинали сборку, справа. И делаем флип два раза. Для начала делаем движение уголком. L' флип, U', R, U, R', F, R', F'. После чего делаем R, V' и опять флип. U', R', R' и отменяем первое движение R, V'. Ребра поменялись местами. Вновь собираем первый этап. Первый слой собран. Смотрим. Вот этот зеленый с желтым не совпадает. Доворачиваем. Теперь ребро не на месте. Это не на месте. И это не на месте. То есть типовая ситуация. Здесь мы получаем, как в прошлом случае, вот это ребро не совпадает по двум граням. Значит ставим его сзади. И начинаем с неправильного ребра. Ну и ситуация здесь может быть другая. Одна из пяти. Фив-паф. Ну и дорешиваем. Опять пирамидка собралась. Так бывает, но не всегда. Если вы при сборке центров делали все правильно, то у вас Magic Tarot к этому этапу либо соберется, как получилось у меня, либо будет вот подобная ситуация. Понятно, что при правильной сборке предыдущих этапов центры мы расставим здесь с тремя пив-пафами, так же как на 3х3. Как мы это делали? Берем, к примеру, зеленый центр. Он должен быть на зеленой грани. Смотрим, где эта грань. Она внизу. Если зеленый перейдет сюда, то желтый перейдет сюда. А это будет хорошо. Три пив-пафа меняют нам положение центров с передней грани на нижнюю, с нижней на переднюю. Ну вот эти два задних тоже меняются местами. Делаем три пив-пафа. Справа, слева, справа, слева. Еще один пив-паф. И еще один пив-паф. И все получается. То же самое на версии 4х4. Берем какой-нибудь центр, к примеру, зеленый. Ищем, где зеленая грань. Она справа. Располагаем ее снизу. Зеленый центр пойдет вниз. Синий центр пойдет вверх. И все хорошо соберется. Делаем три пив-пафа. При этом задние центры тоже поменяются местами. И все собрано. Но если вы проигнорировали мои рекомендации на этапе сборки центров, то могут возникнуть и вот такие ситуации. Кажется, что вот две грани собраны, а два центра нужно переставить. И как бы вы ни делали три пив-пафа, это не решить. Нужно центр менять местами полиэлементно, и у вас вся головонка перемешается. Получается, два центра на местах, а два нет. Даже в ситуации, когда четыре центра не на своих местах, вы берете, к примеру, синий центр, располагаете его место снизу, и видите, что синий центр-то на синюю грань встанет, а вместо него вернется красный на зеленую грань. Это будет не то, что нужно. Это вариация предыдущей ситуации, когда при сборке центров была нарушена их последовательность. Даже если мы сейчас делаем три пив-пафа, у нас синий центр на свое место встанет. Синий и желтый на местах, но от красно-зеленой все равно нужно менять. А как их менять, то так же, как на первом этапе. Располагаем какую-нибудь собранную грань справа, и просто поэлементно управляем центры на нужную грань. Это один элемент. Второй. И третий. Теперь уже порядок правильный. Желтый, синий, красный и зеленый. А было наоборот, зелено-красный. Но, как вы видите, часть головоломки перемешана. Конечно, не совсем самое начало, но все равно до такого доводить не стоит. И лучше предотвратить подобные ситуации. Также, если на начальном этапе сборки вы собрали все центры в нужном порядке. Желтый, синий, красный и зеленый. Но при этом не убедились, что центры собираются на нужных гранях. У нас зеленый центр на красной грани. Красный на синий. Синий на зеленый. Только желтый один на месте. Но, несмотря на правильный порядок, в конце вы получите вот такое. С этой стороны кажется, что все хорошо. Но здесь три центра нужно переставить. Если мы, к примеру, желтый поставим на желтую грань, теми же тремя пиф-пафами, то мы как раз получим то расположение, которое было в самом начале сборки. Зеленый центр на красной грани, синий центр на зеленой грани, красный центр на синей грани. И чтобы это исправить, придется возвращаться к этапу сборки центров. Поэтому, если у вас в конце возникают ситуации, которые тремя пиф-пафами не решаются, то, пожалуйста, пересмотрите этап сборки центров. Это очень важно. Лучше все вот эти вот паритеты предотвратить в самом начале и в конце сделать три пиф-пафа, и все получится. Покажу полный пример сборки для закрепления. Начинаем на желтой грани. Два элемента. Вот еще один. Поворачиваем в удобное положение и собираем. Желтый готов. Располагаем справа. Собираем синий. Здесь два есть. Добавляем к ним третий. После этого обязательно ориентируем правильные уголки. Так, не на эту грань, вот на эту. Так, и где желтый центр? Сразу его ставим на место. Вот у нас три желтых угла и желтый центр. Проверяем, что у нас здесь. Красный-зеленый не совпадает. Доворачиваем. Зеленый-зеленый совпадает. Но где же находится синий центр? Он находится на красной грани. Если это не предотвратить, то в конце нас будет ожидать ситуация с перестановкой трех центров, которую можно решить только разрушив почти всю головоломку. А значит, лучше решить это сейчас. Перемещаем все синие элементы вот на эту грань. Желтый располагаем справа. Вот эти два движением среднего слоя. Ну и оставшийся третий подвигаем вправо и перемещаем на свою грань. Желтый-синий. Следующий должен быть красный. Здесь один элемент есть. Вот еще два. По отдельности их перемещаем на нужную грань. Эти два подворачиваем, чтобы они не пропали. Тут еще один тоже справа. Отводим. Получаем. Проверяем расцветку. Желтый перед нами. Синий. Красный. Зеленый. Все хорошо. Углы можно уже не ориентировать. Просто собираем дальше ребра. Располагаем любую грань справа и ищем похожие элементы. Зелено-красный. Зелено-красный. Этот справа. Значит этот разместим слева. Так. Объединяем. Отводим в сторону. Заменяем на несобранный. Возвращаем. И восстанавливаем в центре. Продолжаем. Вот желто-красный. И вот желто-красный. Этот справа. Значит этот можно поставить слева. Опять объединяем. Заменяем на несобранное. Восстанавливаем центры. Дальше. Сине-желтый и сине-зеленый. Есть тут такой поблизости. Вот сине-желтый. Справа у нас закончились несобранные ребра. Значит вот эти два мы будем объединять. А вот это третье. Так. И вот так переместим вот на это место. Теперь. Что у нас. Так. Сине-желтое и сине-желтое стоят оба справа. Значит. Разворачиваем одно из них. Делаем легкий перехват. Сине-желтое слева. Сине-желтое справа. Объединяем. Смотрим. Смотрим, что наше несобранное находится сверху. Оно тут быть не должно. Сначала отведем куда-нибудь вперед. Теперь. Ставим сюда то, которое собираем. Заменяем на несобранное. Возвращаем. И восстанавливаем центры. Все ребра должны быть собраны. Флип не потребовался. Ну, если бы потребовалось, то у нас была бы подобная ситуация. Осталось бы два несобранных ребра. Но теперь нам одинаковые элементы надо было бы расположить с одной стороны. То есть синий-красный справа. Синий-красный справа. После чего сделать флип. Делаем, допустим, движение L' и флип. Так. И возвращаем. Ну, теперь все опять собрано. Собираем этап 3х3. Начинаем с красного. Используем любые способы для этого. Так. И остается еще один элемент. Желто-красное ребро. Так. Проверяем. Первый слой собран. Верхний уголок доворачиваем так, чтобы цвета совпадали. И определяем ситуацию. Сине-желтое не на месте. Зелено-синее на месте. Хоть и перевернуто. И зелено-желтое не на месте. То есть два ребра находятся не на своих местах. Это паритет. Решаем его через два флипа. Справа располагаем красную грань. Перед собой ребра, которые будем менять местами. Зелено-синее на месте. А вот эти два будем менять местами. Сначала делаем флип через уголок. Возвращаем. Теперь делаем флип через две правых стороны. РВ. И еще раз флип. РВ штрих. Ну, придется первый этап пересобрать. Так. Еще один. Доворачиваем верхний слой. Здесь смотрим не на месте, не на месте, не на месте. Паритет решен. Определяем стандартную ситуацию. Совпадает одна сторона. Не совпадает две стороны. Совпадает одна. Где две не совпадают. Располагаем сзади. Делаем пиф-паф. Опять справа. Ну и дорешиваем. Остается переставить центры. Ну и видим, что у нас классическая нужная ситуация, которая решается тремя пиф-пафами. Зеленый центр мы отправим вниз на зеленую грань. Синий центр пойдет вперед на синюю. Вот эти два тоже поменяются местами. Делаем три пиф-пафа. Раз. Два. Три. В итоге головоломка собрана. Ее можно собирать достаточно быстро, но надо быть внимательным при сборке центров. Если там упустить порядок сборки, то в конце будут сложные ситуации, которые приведут к значительному разрушению головоломки. И придется много собирать заново. Но если же все делать аккуратно, то все будет получаться хорошо и достаточно быстро. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok